Добрый день! Сегодня очень странный день, потому что 19 лет назад в этот день я сломал себе правую руку в трёх местах в автомобильной аварии. Спустя 10 лет в этот день я сломал левую ногу, занимаясь спортом. Сегодня я выходил и попытался сломать на левой ноге палец, но всё прошло успешно, более-менее палец живой. Я понял, что это знак и решил раскрыть вам Грааль номер 2. Запоминайте, Грааль номер 2. Первый Грааль я раскрыл вам не так давно. И он вызвал очень-очень много шума, очень много шума и толков, и люди стали размысливать, неужели всё на самом деле так просто. Сегодня я вам раскрою Грааль номер 2, который вам окончательно раскроет глаза на всё. И вы поймёте, что всё не только просто, очень просто, а простее простого и простым погоняет. Вот смотрите, сегодня речь пойдёт о трейдерах. Скажем так, один очень серьёзный фонд нанимает на работу трёх трейдеров. И набирает он их по простому критерию. Первого, он берёт трейдера плохого, совсем плохого. Давайте условно назовём плохой трейдер. Ну пусть он где-нибудь там, не знаю, таксистом работал в Нью-Йорке и ничего не знает совершенно, допустим, о каких-то там вообще, о трейдерском мире. Он ничего не знает, он первый раз сел торговать. То есть, естественно, вы понимаете, что все какие-то аналогии не проводите, все сравнения у нас случайны. И этот плохой трейдер получает в управлении 200 тысяч долларов, берёт инструмент, акцию, которая задача ему купить от фонда с минимальными потерями, естественно, и по лучшей цене заработать деньги. Он берёт по 20 долларов, покупает 10 тысяч акций. Работает он над этой операцией всего один час. Он просто набрал это всё за раз, купил, сел и сидит, больше ничего не делает. Сидит, больше ничего не делает, потому что он и не умеет больше ничего делать, потому что он плохой трейдер, он вообще ничего в этом не соображает. Но в этом же кабинете за соседним столом сидит средний трейдер. Средний трейдер с образованием среднего трейдера. Он сидит и он учился, он оканчивал одно образование за другим в вузах Но учился он средненький такой, трейдер средненький И этот средненький трейдер не стал покупать по 20 этот актив Так как задача поставлена фондом купить с минимальными потерями по лучшей цене И он переиграл плохого трейдера в два раза Он дождался пока через какое-то время актив упадет в два раза И он на эти деньги купил в два раза большее количество акций Но так как он трейдер средний, то сами понимаете разворот он не поймал И тут у нас выходит на финишную прямую хороший трейдер с хорошим образованием Который учился в Гарварде и окончил все, что можно, любые курсы преподавал Этот трейдинг И он говорит, что вы видите, я переиграл плохого трейдера в пять раз То есть в четыре раза переиграл его Второго среднего трейдера я переиграл в два раза Я купил акции аж в четыре раза больше, чем первый трейдер, который плохой В два раза больше, чем средний трейдер, который средний И купил это все по цене 5 долларов И потратил те же 200, то есть я сидел, я дольше ждал, у меня чуйка Потом я стал набирать, я набирал частями, я усреднялся, я торговал Я совершал сделки в плюс, акция продолжала падать Я совершал снова сделки и все такое прочее И вот я вывел средний, у меня получилось 40 тысяч акций по 5 долларов на 200 тысяч Вот посмотрите, какой я хороший трейдер И видимо зарплата у меня должна быть, ну не знаю, хотя бы в четыре раза больше, чем у плохого трейдера Дальше произошел небольшой кризис И акция стала падать И она отпадала до цены 1 доллар Видите, вот здесь цена 1 доллар Пришли эти, вызвал их управляющий фондом этих трех трейдеров Говорит, ну плохого-то понятно, все с ним ясно Я ему так зарплату не плачу, потому что он работал всего один день вообще в году Просто купил один раз эту акцию и непонятно чем занимается Ходит и пьет бесплатный кофе Средний вроде как что-то делал Вроде как что-то делал, кроме того, что ел на третьем этаже у нас бесплатные завтраки И у него показатели в принципе, да, лучше, чем у плохого Средний говорит, да, да, я лучше плохого Ну, говорит, хороший, хороший зеленый трейдер Зеленую звезду ему трейдинга В принципе, актив брал уже в нормальном месте Поле того, весь год торговал, весь год торговал Кучу сделок совершил Комиссию отбил Усреднялся, выходил в плюс И снова входил И набрал позицию в 4 раза больше, чем плохое В 4, в 2 раза больше, чем хорошее Но все же стало доллар И теперь нам нужно эту позицию усреднять Даю вам каждому еще по 800 тысяч долларов Чтоб суммарно у вас стало миллион Даю каждому по 800 тысяч долларов Чтоб у вас стало миллион Просто вместе с риск-менеджером сегодня мы докупаем акции И смотрим, у кого сколько этих акций получается У плохого трейдера стало 810 тысяч акций на миллион долларов У среднего трейдера стало 820 тысяч акций на миллион долларов И у хорошего трейдера стало аж 840 тысяч акций на миллион долларов Ну и управляющий фондом говорит А теперь мы посмотрим эффективность того, что вы делали целый год Один ничего не делал Второй делал так себе А третий пахал, как совраска, весь год с утра до вечера На биржевых торгах, на внебиржевых торгах Генерировал среднюю, набирал огромный пакет И собирал, так сказать, эти акции где только можно по крупинкам А вот здесь у нас будут проявляться средние по результату торговли великих этих трейдеров Итак, начинаем менять цвет Ставим здесь беленькую О, 1.23 средняя стала у плохого трейдера, который вообще ничего не делал Переходим к среднему трейдеру О, 1.22 стала средняя после этой операции, когда просто управляющий докупил еще на 800 тысяч у среднего трейдера Что же у нас у самого лучшего гениального трейдера? А у него стало 1.19 Так вот, разница между хорошим, средним и плохим трейдером здесь вообще составляет 1 цент То есть средний от плохого для управляющей компании, для крупного фонда отличается в 1 цент Потому что, в принципе, неважно, где они начинают формировать свои позиции Их риск-менеджер ограничивает в количестве денег, которые им выделяются А докупаются только там, куда акция уже отпадает окончательно То есть если бы акция от 10 пошла вверх, то на среднем трейдере заработали деньги А на плохом бы не заработали Также заработали на хорошем, потому что хороший-то в этот момент тоже формировал позиции Он просто смог потом в конце усреднить ее до 5, набрать 40 тысяч, потратив всего эти 200 тысяч Если бы от 5 был рост до 10, то на хорошем бы заработали достаточно неплохие деньги, хорошие И потом бы только средний включился в работу, а плохой бы ничего не принес А так как в целом они не принесли ничего, кроме того, что набрали суммарно какую-то позицию И при единичке фонду пришлось это дело все усреднить, то они встали на стартовую прямую Один встал на 810 тысяч акций, второй на 820, третий на 840 тысяч акций Встал на стартовую прямую При этом от единички нужно пройти до средней первого 23%, а до средней второго 22%, всего на процент меньше То есть эта разница нивелируется вообще То есть один ничего не делал, мог копать весь день канаву или заниматься извозом на обере Или развозить какую-нибудь пиццу, приносить пользу людям, потому что он не потратил же своего время бестолкового абсолютно Он его не тратил, ему можно не платить зарплату, он плохой трейдер Ему можно использовать, разносить кофе, мыть полы, все, он принесет много пользы А после усреднения он всего на 1% стал хуже среднего трейдера, а который вообще весь год пахал Который учился этому 10 лет, в которого вложила эта компания очень огромное количество денег и прочее Который показывает супер вообще результаты, но только в том случае, если цена развернется от его средней И он начнет зарабатывать раньше, чем его усреднит фонд То да, он хороший трейдер, но если фонд по единице их одинаково на 800 тысяч усредняет по риск-менеджерам И у них получается суммарное вливание по миллиону, то он всего лишь обгоняет на 3% Всего на 3% не в 2 раза, как он набирал свою позицию Не в 2 раза, а всего на 3% он отличается от среднего трейдера Так стоит ли за эти 3% платить ему какие-то хорошие деньги? Или может быть стоит за 4% вообще набрать всех трех плохих трейдеров? Всех трех плохих трейдеров набрать вообще не платить им ничего, чтобы они ничего вообще не делали Покупали где попало, что попало, как попало Потом, когда это все как попало, отпадало куда нужно Ты просто усредняешь или отпадало, никуда нужно, отпадало вообще в тар-тарары Ты усредняешь и ты получишь какой-то результат, который, когда рост начинается снизу, он достаточно быстрый И в один день выпадут все эти значения И 1,19, и 1,22, и 1,23, скажем Выпадут в день роста с 1,11 или с 1,15 до 1,25 Они все выйдут в один день Если эти позиции в этот день не закрывать Слушайте меня сейчас внимательно Потом рост этой позиции будет давать меньше прибыли Потому что у этой позиции больше акций И чуть больше прибыли будет давать после преодоления своих средних Рост этой позиции Потому что здесь, как говорится, чуть больше акций Поэтому управляющий фонд, что сделает по этим трейдерам Как только у них достигнут в этот день средние Он сократит их все позиции, скажем, да Ну не до первых там 200 тысяч, да Ну оставит тысяч на 300 каждому акций по этой средней цене Или просто оставит им каждому одинаковое количество, скажем 100 тысяч акций, 100 тысяч акций, 100 тысяч акций он оставит После того, как выше средней в этот день выйдут эти позиции И, соответственно, при дальнейшем росте И плохой, и средний, и хороший трейдер И даже очень хороший, если был какой-то там по 2 Будет фонду приносить одинаковое количество прибыли Поэтому что мы имеем из этой очень короткой лекции Про плохого, среднего и хорошего трейдера Что трейдеры вообще не существуют Несуществующая ниша Это вам все вдолбили в голову Вас просто обманывали Потому что в серьезных организациях, где работают серьезные трейдеры Если там до сих пор еще работают не какие-то машины Если не какая-то там организация с высокоочастотными роботами А если это просто компания, где работают трейдеры То компания держит всегда каких-то средних трейдеров Им просто не нужны очень хорошие трейдеры Не нужны Потому что эффективность этих хороших трейдеров Даже если они весь год будут пока пахать И соберут позицию в 4 раза лучше Чем ее собрал плохой трейдер После усреднения полностью нивелируется Полностью исчезает этот результат этого хорошего трейдинга То есть результат хорошего трейдинга Он не нужен никому Соответственно и хорошие трейдеры никому не нужны Как и плохие То есть плохое от среднего вообще не отличается То есть ты можешь набирать любых По телефону любых трейдеров Не знаешь, любого рынка, где они раньше торговали морковками Ты можешь набирать любых людей Объяснять им, как нажимаются кнопки Если тебе нужно их сажать вместе Если у тебя и главное фонд, у тебя есть деньги Выделять им какие-то суммы И пусть они совершают ошибки Пусть они просто совершают ошибки Когда это все обвалится окончательно И даже самый хороший трейдер Самой лучшей позиции останется неудел Выделяешь одинаковое количество денег Усредняешь всех этих трех трейдеров В один день, когда все проходят эти средние Сокращаешь все позиции до 100 тысяч долларов И получаешь с их позиций одинаковое количество прибыли То есть на результат не влияют знания трейдеров Ни который купил по 20, ни который купил по 5 Все это доказывается элементарной табличкой Которая состоит из трех колоночек И трех линий, трех черточек Грубо говоря состоит Да, колоночки у нас, столбики Все понятно Ничего сложного в этом нет Это может сделать вам, не знаю Пятилетний ребенок в современном мире Может вам составить эту табличку То есть если вы к трейдингу Изначально подходите, попытаетесь проанализировать модельно Что будет и что влияет на результат На результат влияют только деньги У кого они есть, у кого денег больше Те всегда фонды будут зарабатывать деньги А плохой трейдер, средний или хороший Если он устроился на фонду, не важно Плохой, средний или хороший трейдер Это только важно Если ты частник и у тебя больше нет ничего Кроме этих 200 тысяч А если у тебя ничего нет, кроме этих 200 тысяч Ты все равно их проиграешь Ты заморозишься, тут проиграешь Этот заморозится, тут проиграет Этот заморозится, тут проиграет Если ты не внутри структуры, не внутри фонда Если ты внутри структуры, внутри фонда То плохой ты, средний или хороший результат У тебя будет одинаковый Или все это будет стремиться К одинаковому результату после усреднения И разницы никакой управляющий не почувствует Поэтому управляющим Все говорят, вот, а в фондах сидят просто боги В каких-то фондах там в английских, американских боги Они там учат за большие деньги Да, где-то что-то и учат за большие деньги каким-то вещам В том числе и таким вещам И первые вещи, которые вам должны научить за большие деньги Это сказать, что элементарная табличка математическая Все расставит на свои места Что внутри фонда, неважно, с одинаковым финансированием Плохой ты, средний, хороший трейдер В том случае, если цена достигает своего какого-то дна Где ее фонд всем усредняет То результат будет у всех одинаков В том случае, если ты на среднем заработаешь Пойдет отсюда и на хорошем То да, этим людям стоит платить зарплату И именно это и есть небольшое отличие Кто как наберет позицию и от кого пойдет все это вверх Но если оно вверх не пойдет И фонд усредняет на каком-то уровне Всех трех плохого, среднего и хорошего трейдера Он плохому и сказать ничего не может даже Что он плохой Потому что плохой, по сути, не является ни плохим, ни средним, ни хорошим Потому что он со средним имеет один результат Если люди хотя бы просто ходили в школу Они математически понимают Что все трейдеры, все сотрудники В итоге на кризисах, когда все рушится И там внизу покупается Все имеют одинаковый результат По доходности Это вам показывает Вот эта вот табличка усреднений А фонды работают от лонга А шорта на рынке не существует Что нужно, чтобы плохой, средний и хороший Какой вывод из этого? Чтобы плохой, средний и хороший оставались трейдерами Нужно просто, чтобы их позиция сохранялась до момента усреднения Соответственно, они один серьезный фонд Никакие стопы никуда не будут ставить У них нет стопов даже в голове У них стоп – это количество денег Которое они в итоге готовы в это дело вложить То есть если у них стоп – единица Он заключается в том, что они по 800 тысяч каждому еще дадут И купят этот актив И также этот фонд может бросить только компании Которые обанкротятся и уйдут вообще с биржи И обнулят свои акции А если компания не обанкротится Не уберет свои акции и будет существовать То любой фонд на ней заработает деньги А есть компании, которые 20-30 лет торгуются И в перспективе ближайших 10 лет, допустим Не собираются уходить с рынка И анализируют фонд Только это Уйдет компания с рынка? Не уйдет Уйдет компания с рынка? Если компания с рынка не уходит То просто вот такая вот схема действует При которой качество вообще трейдеров Не имеет никакого значения Качество трейдеров внутри фонда Внутри крупной инвестиционной компании Которая имеет деньги И которая эти деньги вовремя вкладывает в нужные инструменты Их усредняет Там качество трейдера не имеет никакого значения Это был Грааль Грааль номер 2 Всего доброго Приятных вам просмотров В воскресенье этих Граалей Задумывайтесь над тем, что я вам рассказываю Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!